В этом видеоуроке мы узнаем, как с помощью Photoshop KS4 создать стикер и разместить его на фотографии. Создайте новый файл. Воспользуйтесь командой File New. Выберите размер 300 на 300 пикселей. В поле Color Mode выберите RGB Color. Нажмите ОК. Создайте новый слой. Нажмите кнопку Create New Layer на панели слоев. С помощью Rectangular Market Tool выделите область внутри изображения. Выберите желтый цвет на палитре Color. Залейте с помощью Paint Bucket Tool выделенную область желтым цветом. Теперь выберите команду Select All, чтобы выделить все изображение. Далее необходимо применить к выделенной области фильтр искажения. Откройте меню Filter, выберите Distort Share. В появившемся окне кликните левой кнопкой мыши в самом низу сетки, чтобы добавить точку. Щелкните по этой точке и перетащите ее влево, чтобы искривить линию. Результат искривления вы можете видеть в нижней части окна. Продублируйте этот слой. Воспользуйтесь командой Layer Duplicate Layer. Залейте его черным цветом. Перейдите к палитре Lays и перетащите слой с желтым стикером выше слоя с черным. В результате этого перемещения у стикера появится тень. Выделите слой Lay 1 Copy и с помощью инструмента Move перетащите черный стикер чуть правее и ниже желтого. С помощью инструмента Edit Transform Skew правый верхний угол переместите влево, чтобы форма тени была наклонена. Теперь примените фильтр Blue Gaussian Blue. Ползунок Radius установите на таком значении, чтобы края тени были размытыми. Чтобы стикер выглядел более реально, добавим немного света. Удерживая клавишу Ctrl, кликните левой кнопкой мыши по слою Lay 1. Желтый стикер выделился. Кликните правой кнопкой мыши по выделенной области и выберите команду Lay Via Copy. Выберите белый цвет на панели Color. Затем выберите инструмент Gradient Tool. Вверху на панели выберите Linear Gradient. Кликните правой кнопкой мыши на изображении и выберите режим Foreground to Transparent. Выделите стикер, кликнув левой кнопкой мыши по слою, зажав клавишу Ctrl. Теперь залейте верхний левый угол белым цветом. Меняя значение Opacity, вы можете добавить или уменьшить эффект освещенности. Теперь, чтобы вы могли использовать этот стикер на других изображениях, необходимо объединить слои в один. Сделайте видимыми три верхних слоя. Кликнув правой кнопкой мыши по слою Lay 1, выберите команду Match Visible. Выделите содержимое слоя, зажав клавишу Ctrl и кликнув по нему левой кнопкой мыши. Нажмите сочетание клавиш Ctrl-C, чтобы скопировать изображение. Откройте любой рисунок, используя команду File Open. Нажмите Ctrl-V, чтобы вставить скопированное изображение. С помощью команды Edit Free Transform измените размер стикера и поместите его в необходимое место. Выберите инструмент Type. Нажмите левую кнопку мыши на стикере и переместите курсор, создав таким образом текстовое поле. Введите текст.